Приветствую вас! На мой взгляд, довольно интересно, что вы, как бы, просите нас дать вам ответ, определенный, на ваш вопрос, но при этом сами вопроса своего как такового не задаете. Что я вам могу сказать? Ну, во-первых, проблема ваша, она довольно типичная, распространенная и, в общем-то, вполне естественная для людей, ну, вот, ваше поколение и поколение ваших родителей. Особенно, если вы верите в Бога, и, наверное, тоже в Бога верят и ваши родители, скорее всего, и так далее. Вот, признаться честно, мне бы хотелось, чтобы вы для начала ответили нам на вопрос, такой вопрос. А че вы хотите от психологов, собственно говоря? То есть, вот, какой помощи от психологов хотите? Помощи в чем? Переубедить родителей получится вряд ли. Я вам даже больше скажу, родители вам не переубедить. Совсем. Потому что родители уверены в том, что вас защищают, родители уверены в том, что делают для вас благо, добро, делают вам хорошо, и в этом их не переубедить в ничто совершенное. Значит, а одному человеку свое прошлое изменить, то есть, сами понимаете, невозможно. Потому что, ну, кто из нас в молодости не завершал каких-то вещей, за которые потом может быть стыдно, больно и так далее. Вообще, без греха людей нет. Вот. Далее. Родители относятся к нему так, как он этого, ну, вот, объективно для них заслужил. Ну, то есть, вот, как он наслуживает, так они к нему и относятся. Родители. И это поменять вы, в принципе, тоже не сможете. Опять-таки. Опять-таки не сможете. Ну, вы можете его забыть, конечно. Вы можете его забыть, но, понятно, что вы не будете счастливы от этого. И, понятно, что ничего хорошего из этого у вас не получится. Здесь, мне кажется, основной конфликт заключается в том, что вы, что вы, с одной стороны, любите своего мужчину, любите своего парня, очень любите, хотите быть с ним, не хотите жить без любви, что, в общем, понятно и правильное, ну, потому что без любви жить совсем грустно, но, с другой стороны, вы живете в Боге и хотите благословения его и ваших родителей, а благословения родители не дают. И вот здесь и возникает одно противоречие. Я бы задавал вопрос, а зачем вам благословение родителей? Как оно повлияет на вашу семейную жизнь? Ну, вот, жили вы в отношениях три года, да? Ну, без благословения ощущали прекрасно. Зачем благословение? Какое оно имеет отношение для вас? Вы действительно верите в то, что без благословения ваша семейная жизнь будет несчастной? Вы действительно верите в то, что именно благословение определит успешность вашего брака и ваша совместная жизнь? С тем это связано опять же. Понимаете ли вы, что благословение это такая же формальность, как и собственно сам брак, и что людей нет не всегда есть возможность соединить свои судьбы браком, но есть возможность жить вместе, и момент здесь в том, что их добрательные отношения вступают очень нормально. Если у вас нет, например, сейчас денег организовать свадьбу и пожениться, но тело своего хочет. Как вы понимаете, здесь есть противоречия, противоречия чувств и Бога, чувств и вера. и вот от того, как вы расставите приоритеты, от того, что вы выберете, либо чувство, либо Бога, зависит ваша дальнейшая жизнь. Вы выберите Бога, будете глядться за благословением родителей, потеряйте молодого человека. Ваше право. Никто вам этого не запретит. Вы берите чувство, пренебрежете благословением, тоже ваше право. Никто вам этого не запретит. нужно понять, что в жизни, в вашей жизни, в взрослой жизни, родители не играют никакой роли. И нужно понять, что вот это препятствие, которое сейчас на важном пути произошло, появилось, это лишь первое, первое препятствие из многих, которое направлено на то, чтобы вы проверили себя, вы проверили свою устойчивость, свою готовность преодолевать трудности и так далее. Понимаете? И родители по большому счету, они всегда останутся вашими родителями. Они смирятся со временем с вашим выбором. Они примут его, потому что у них не будет другого выбора. Сейчас со временем они даже вашего молодого человека примут. Опять же, потому что у них не будет другого выбора. но до тех год бога вы считаете их вправе вмешиваться в вашу жизнь до тех пор. Пока вы допускаете это, они будут чувствовать свою власть над вами. И чувствуя свою власть над вами, они будут ее использовать. и использовать ее они будут далеко не самым правильным образом, далеко не самым лучшим образом. Они будут использовать ее так, как они это понимают. и вам это будет неприятно, вам это будет не на пользу. Просто потому, просто потому, потому, что родители ваши вот такие. Они неплохие, они нехорошие, они просто такие. вот это нужно понимать вам. Чем лучше вы это поймете для себя, тем лучше вам будет. Ну, а что вы решите уже? Поймете ли вы, например, что данность, данное препятствие, стволишь препятствие, что это один из множества выборов, которые вам предстоит сделать, Поинформите вы это или нет, это уже решат вам. И что вы выберете, это тоже уже решат вам. Как бы. Вот. Поэтому определитесь с этим. Подумайте об этом. Подумайте, что для вас важнее. Вера, например, или свое будущее. Вот исходя из этого уже вопрос и решите. Я думаю, что решите вы его так, как вам подсказывает ваше сердце, может быть, как интуиция подсказывает и так далее. Вот. Но поймите, что в жизни не будет так, вот не будет в жизни так, чтобы всех устраивало то, что вы делаете. Не будет и не может быть. Не будет и не должно быть. Потому что все люди разные. И как раз, когда вы делаете выбор, личностный выбор, он встречает сопротивление. И это хорошо, что он встречает сопротивление. Потому что если бы сопротивление он не встречал, это бы означало только то, что вы двигаетесь по пути к конторомизму. Вот. Так я думаю и может вам ответить на ваш вопрос. Реча в любом случае вам. психологи за вас не могут решить как вам поступать. либо вы формулируете свой вопрос, то есть вы говорите в чем конкретно ваш вопрос, какой вопрос вы задаете, либо вы собственно принимаете один из возможных путей действования в данной ситуации. Если у вас возникла проблема в плане религии, то я думаю вам имеет смысл обратиться к священнику для разрешения данной проблемы. И я уверен, что любой священник вам скажет, что человек всегда может исправиться, что если человек в прошлом грешил, то он своими действиями может себя искупить свои грехи, что и сделал ваш молодой человек. Родители не принимают его из своих проблем, из-за своей заширенности взгляда. Но это уже вам решат. Находите вы в эту сторону идти или нет. Лично мне думается, что благословение это такой способ, такой инструмент борьбы со страхом. То есть вы сами боитесь идти против своих родителей. Вот вроде бы и счастья хочется, но и в то же время против родителей идти боитесь. Вот нужно выбирать. Без выбора невозможно построить свою личную жизнь, к сожалению. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. и удачи. Спасибо. Продолжение следует...